Могу ближе сесть. Здрасьте Игнать Тихонович. Добрый день. Кто такой, откуда и почему? Расскажите. Мы с вами год назад общались. У меня были длинные волосы назад. Вы попросили подстричься. Вот я подстричься. Но не поэтому. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я вас слушаю. Говорите, пожалуйста. Игнать Тихонович, конечно, благодарность хочу вам выразить за вашу такую стойкую позицию в плане достижения истины в разговорах от патриархов до, извиняюсь, до богоборцев, протестантов и всяких-всяких-всяких мусульман, с кем вы имеете честь разговаривать. Я исповедую православие, осознаю себя греховным человеком. Грехи мои, как песок, как звезды на небе. А вы в прошлый раз с отцом были? Да, в прошлый раз с отцом были. Он сейчас ушел, может быть, подойдет через полчаса седой. Ну, мы на лето-то, знаете, четыре месяца были в деревне, там у нас работы много. Да, я... Работа очень большая проделана была. У меня вот какой вопрос. Согласимся мы с вами или нет? Вот что-то, как вот нитку подвесить на гаечку. Вот мне отец все время говорил, вот тебе нитка и гайка. Поднеси ее к любому зданию в мире, и ты поймешь, стоит ли оно прямо или как пизанская башня наклонилась. Всего лишь нитка и гайка или камешек дают тебе стопроцентное убеждение в том, что то или иное строение человеческое стоит идеально вертикально. Вы с этим согласны? Ну, так это центр земли, притяжение. Бог так устроил. Ага. То есть мне нужно понять, что мы с вами на одном языке понимания символики разговариваем. То есть, что же все-таки Бог нам дал понять? Вот отец мне в детстве дал понять. Нитка с гайкой, и все. Тебе не надо никаких компьютеров, никаких дальномеров, угломеров. Вот возьми ее, вытяни, к зданию подойди и глазом стрельни. И ты скажешь, да, здание стоит вертикально. И для меня тогда казалось, а зачем тогда компьютеры, зачем тогда столько всякой техники, всего лишь нитка с гайкой. Дает тебе такой ориентир. И Господь сказал, не видите ли разве тучу и не разумеете, что будет дождь. Ну, так просто. Ну, куда еще можно проще, как сказать, да поглядите глазами на ту или иную вещь и сделает для себя вывод, это правда или это заблуждение. Вы согласитесь со мной в этом? Что простые вещи нас подвергают. Нам не надо быть там Моцартом, Рахманином, Шишкиным, Скрябином, Лениным. Простые вещи, вот за вами план вот простой вот этой деревенской жизни, как у меня вот бабушка живет. И это достаточно человеку, ему не нужно никаких лифтов, компьютеров, ну, благ цивилизации, ему не нужно. Он живет вот в таком, в простом мире. Я хорошо выражаюсь, мне сложно зашел издалека. И для строительства мы пользуемся именно так. Любая гайка, болт привязали, поесть смотрю, у нас нет приборов. А при чем тут компьютер-то? Компьютер дает возможность нам сейчас разговаривать. Никакая гайка тут не поможет. Тут уже гайки сюда надо крутить. Это люди трудились много лет. Вот, ну, допустим, в Ветхом Завете мы видим. Они камнеметные орудия придумывали, это нам книга Маховейских говорит. Они строили там подземные какие-то для воды каналы. Это же мудрость была такая. Научились делать вино, орудия. Это мы читаем в книге Бытие еще где-то. Тут гайкой не обойдешься. А вот для строительства, вот в этом месте, да, абсолютно вертикально. Центр земли, маятник Фуко, в этом Исаакиевском соборе, показывает движение, поворот там земли. Мы там были, смотрели, да, конечно. Электричество, а какое отношение тут гайка имеет? Тут, наоборот, спираль. Тут магнит. Тут движение какое создает. Он, Фарадей, с ума сошел. Он не знал, от чего именно в магнитном поле поворот делает она. А когда много катушек, оно начинает крутить. Это мы понимаем. Мельницы бы не было, часов не было. Тут никакого отношения к этому гайки не имеет. По гайке только строить что-то. Но возьми ответство и построй правильно по нему. Вот по отношению ко Христу в духовном плане. У меня есть такое стихотворение, я написал. И он опоется, называется строительный отвес. Вы в Ютубе зарядите. Зарядите, запишите себе строительный отвес. Запишите. Я так запомнил, что у меня есть вопрос. Вам трудно будет запомнить. Строительный отвес запишите. Да. Строительный отвес. И называется Игнатий Лапкин. Рядом напишите. И оно у вас сразу выйдет. Эти слова. Хорошо. Вот. Кто-то посмотрит наш ролик. И на начальном этапе он скажет. Ну что за тему поднял этот молодой человек. Смотрите, слова я прочитаю какие. Дьякон возглашает премудрость вон мем. То есть распрямитесь, встаньте прямо. Не в дремоте, как боевые кони. Готовы в бой через брустверы и ямы. Все меры жадности скривила чинно. Подмена гирь у продавца в суме. Уменьшили длину по своему аршину. Напишут три. Впатай один в уме. Но никому и никогда не снилось уменьшить тяготение земли. Таков закон. Зиждите льва милость. Отвесом. Все, что бы выверить могли. И нашу жизнь, стояние пред Богом. Не люди грешные под нынешний момент. Ни дохлая мораль. Ни поэтичность слога. Наклон любой ответ сведет на нет. Стоим ли прямо с Библией сверяйся. И не склонись под чуждое ермо. Для выгоды своей шушукаются рясы. Интеллигенция давно ушла в дерьмо. Отвес строительный на тоненьком шнуре. И по нему свой сноп поставим прямо. Ограду выправ на своем дворе. Кто не стоял по смерти, примут сраму. На высоте не устоит подпорка. Завалится лжевера без канонов. Искусством оправдания всегдашней оговоркой. Корабль не спасти, что кверху дном утонет. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе. Размолоти преграды прелживейших словес. И будешь во главе, а не плестись в хвосте. Евангелие. Вот единственный отвес. И оно поется там. Вы найдите в Ютубе. Вот смотрите. Мы сейчас сказали, что Святое Писание, Евангелие. Какого перевода? У каждого лежит свое. В частности, у меня... Синодальный перевод. Лучший в мире за 2000 лет. На церковно-славянском? Да, на церковно-славянском не годится сегодня. 77 книг, почему не годится? Так, синодальный перевод. А где на церковно-славянском? Я не вижу. А подождите. Не шевелите. Держите так. А, вон что. Все, все, все вижу. Это не синодальный перевод. Нет, нет. А ну-ка. Нет. А что она вам даст? Вы ее считать-то будете для кого? Я сам считаю. Вы сами-то считаете. Вы там с пятого на десято понимаете-то. Это вам кажется, что вы понимаете. Мне приходилось беседовать. Знатоки Библии. Знатоки. Академия кончившая. Кандидаты там. Богословия. Патриаршие. Мы на Троицу считаются там... Канон какой-то. До обеда сидели группой, едва перевели несколько листов. Вот выну. Что означает выну? Так вот, нитка с гайкой, она у любого. Хоть у мусульмана, хоть у грузина, хоть... Ну, я опять на национальность перехожу. Хоть у буддиста. Нитка с иголкой, нитка с камешком будет в любой части мира и висеть идеально. В любой части мира. А книга, которую я повешу как идеал, Лапкин посмотрит и скажет, Дим, это не гайка с ниткой. Опа! А вот тут проблема. Да, Евангелие. Вот я сейчас стихотворение прочитал. Евангелие. Вот единственный ответ. Вот Евангелие. У вас свое Евангелие. У другого баптистов свое Евангелие. Нет, они тоже... Послушайте, баптистов не свое, они синодальный берут. У адвентистов синодальный перевод. Католики наш синодальный перевод берут. Он лучший в мире за 2000 лет. Мы не можем так сказать, что наш Бог, Иисус Христос, лучший в мире. Так мусульмане при разговоре со мной воспринимают. Он говорит, что наш Бог хороший тоже нас приводит. Ладно, спорить не будем. Я просто вам ответил, что они пользуются синодальным переводом 1876 года. Все баптисты. Только 11 книг они отбросили. Мы тогда далеко не будем уходить. Первые слова сотворил. Господь в человека по образу своему. А подобие ему только дастся на протяжении его жизни. Уподобится ли он либо Богу, либо сатане. С этим согласитесь? Да. Что ни по образу, ни подобию он сотворен. То есть подобие нужно достичь. Мой сын на меня похож. Но он не играет на фортепиано, как я играю. И он не рисует, как я рисую. Вот видите там портрет президента за мной. Это я нарисовал. То есть я сыну своему говорю, что ты образ мой. Тебя путают на улице со мной. Говорят, похож. Ты можешь по моему паспорту даже получить какой-то билет. Или еще что-то. Но подобие моему в делах ты не достиг. Правильно ли я выражаюсь? Вот об этом идет. Не надо ходить. Вот эта толстая книга, я говорю людям, она не для вас написана. Вот вообще пока трогать не надо. Вот давайте на первой странице, на первом слове. Если вы поймете, о чем идет речь, можно продвигаться дальше. А махать книгами, вот у меня перевод такой-то, такой-то. Я думаю, что слишком как-то крепко. Согласны ли вы со мной? В синодальный перевод. В синодальный. Никакого другого не признаю. Потому что переводили 4 духовные академии. Уже 2 человека канонизированные. Пиларет и Макарий. Поэтому нам-то не надо никуда идти. Это вы думаете, что понимаете. Я сейчас скажу вам, открывайте псалом. По порядку считайте 90-й псалом, любой. И вы на первых же словах будете останавливаться. Или переводить неправильно. Люди, которые переводили, они переводили с оригинала, с еврейского. А которые на славянском. Мы его на несколько раз переписывали, добавляя там слова на разные. Слова такие, ближе, приближенные к великорусскому языку. У ней переводчик не Кирилл Мефодий. От того уже ничего не осталось. А здесь перевод до одной строчки одинаковый. 4 духовные академии переводили. Вот надо додумать. Это не один, как у немцев Лютер там, или Библия Джеймса в этом, у англичан. Он, русский перевод, лучший за всю мировую историю. И отрицать его, как это, значит, ты себя ставишь выше. Я беседовал на эту тему с Александром Менем, еврей. Я говорю, а вы могли бы так переводить, вот как переведем павский псалтырь? Он-то так вот от меня даже отшатнулся. Да вы что? Он с оригиналом работает. Природный еврей, чистопородный. Лучше, можно сказать, познание. Я энциклопедист, но он даже никогда, сегодня нет таких переводчиков. Нет. Я бы как хотел повернуть разговор наш, чтобы, я говорю, вот для тех, кто будет смотреть, чтобы он не был, посмотрели 10 минут, опять Игнатий спорит с каким-то молодым человеком, какая Библия лучше, перевод. И выключили, скажут, да у него там миллион роликов в этом. Я не хочу бороться в том плане, для людей синодальные, масоретские тексты, они очень сложны, они говорят, что вы там бородатые спорите, вы скажите нитка с гайкой. В любом месте истина. Да, мы говорим, да. Вот мы с вами еще по одному вопросу хотим. К крайности пройдем. Мужчина и женщина. Все. Другого варианта нет в человеке. По Богу. То есть третьего там какой-то гермафродит, там какой-то переделанный человек. Это вне Бога. Соглашаетесь? Вы со мной соглашаетесь? Да или нет? Это сегодня узаконенное беззаконие. Нет, я понял. Мы идем, потому что день-ночь. Кто-то скажет, а есть утро, которое плавно перетекает с ночи в день, из темноты в светлость? Почему я иду по этому варианту? Либо лед замерзший, либо вода. Нет состояния, которое нельзя назвать как-то полулед, полувода. То есть конкретно, если ты можешь напиться, значит это вода. Если ты берешь это осколки, то это лед. Почему я иду по такой крайности? Вам скучно, наверное, нет? Ничего, я послушаю, говорите. Я сейчас подключу еще свет. Давай. Говори. Вот так будет получше, видать. Я вас хорошо вижу, то есть вопросов нет. И почему, когда я иду миссионерствовать, к знакомым, к друзьям, они меня воспринимают как, ну, говорят, что мы не слышали в Ютубе, а что ты можешь нам сказать такого интересного? И тяжело возразительно по поводу этого. Достаешь простую опять, простую вещь и начинаешь от нее отталкиваться, ища понимание в том, что мир гораздо проще и он бесконечно сложен. То есть, если мы о простых вещах, Павел говорит, вам еще молоко нужно, жидкую пищу, вы не готовы переваривать сложные трактаты, сложные понимания. Вам нужно вот прямо кашицу-кашицу прямо преподносить. И с нее, если вы ее проглотили и смотрите рост, у вас появился, вы можете продолжать дальше общение. Я говорю, что с первой страницы дальше продолжать не стоит. Если вот человек понимает первые слова Бога в бытие, не то что понимает, а принимает. Вера же это недоказуемая вещь, вы же тоже с этим согласны. Нельзя ее доказывать, это же не теорема, хотя Пифагор в своей теореме сумма квадратов катетов равна квадрату Пифагора. Павел говорит, вера есть осуществление ожидаемого и уверенности в невидимом. Это дар Божий. Если нет этого дара, человек слепой, а без веры угодить Богу невозможно. Веру и познаем, что мир был основан из воды и водой, Павел говорит. И мы так даже и придерживаются. Никакие доказательства не стронут человека, если Бог не откроет. Он говорит, кому закрою, никто не откроет. А что первое прочитали, не принимают, это ничего не значит. Мы можем взять из середины, можем взять последние книгу откровения, мы не знаем, где ключ. И поэтому я смотрю целая лизанка ключей, чтобы открыть. Я не знаю, как комнату открыть. Я беру то, что ближе к этому человеку, кем он работает, я прислушаюсь. А потом, открывая отдельное место, вот он приехал, начинает мне доказывать. А мы сидим в степи у костра, ночь, его дети рядом тут. И он начинает, вы приехали, а это еще по Теряевку мы не начинали восстанавливать. А эта земля наша, наша бывшая деревня, отошла теперь туда. Я говорю, Господняя земля, и что наполняет ее? Он сразу остановился. Как вы сказали? Я говорю, Господняя земля, и что наполняет ее? Псалом такой-то. Он посидел, угли поворошил, палкой встал и говорит, ну ладно, я поехал домой. Слово Божие имеет необыкновенную силу. Сатана это мудрец, хитрец. И Господь ему мог бы сказать, ты, Сатана, вот в этом не правь. Нет, а Господь три вопроса мировых, Сатана подкладывает Христу, и он трижды Христос цитирует местописание. И ни на одно Сатана не возразил. Он прямо говорит, сделай камни сии хлебами. А Господь что? Не хлебом единым жив человек, но всяким глаголом, исходящим из уз Божиих, что написано в Святой Библии. Сатана отошел. Почему? Я долго думал. Но потом посмотрел фильм Моисей, когда Бог дает ему 10 заповедей, то как лазерный луч охватывается в скалу и припечатывается, и течет камень. И слова, вот примерно такую силу имеет Слово Божие. Мы ее не понимаем, а Сатана понимает. Когда Бог сказал, написано, Сатана попятился. Снова, падше, поклонись, мне весь мир отдам. Христос, написано. Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. А сегодня к священникам обращаются люди. Они не к ним обращаются, а к Богу. А он не понимает, он начинает свое говорить. Ты скажи, так написано. А он не может сказать, он Писание не знает. Академию закончил. Доктор богословия огородит, что ему набили голову мусором. Ты отвечай, как написано. Христос спрашивает человека. Тот подошел, и какая заповедь наибольшая? Он говорит, как написано. Христос каждый раз говорит, как написано. Ты считаешь? Вот как написано. И покажи. Слова должны быть понятны. Книга не еми, говорит, считали. И давали толкование. И народ понимал прочитанное. Вот вам ответ на славянскую Библию. А первым коринфянам Павел говорит, Итак, лучше пять слов, чем десять тысяч на незнакомом. Пять и десять тысяч. А что толку, говорит? Приходящие, которые с улицы... Он не понимает слова. Он не может сказать аминь на твои слова. Ты славишь хорошо, другой не понимает. Нельзя жить только своим умом. Нам не коллегиальный ум нужен, Божий ум. Никто не знает, что человеке, кроме духа человеческого. Я долго не мог понять, почему. Священники, епископы противились переводу на русский язык. Ну, нельзя было понять даже. Ну, как можно противиться? Народ-то во тьме находился. И вдруг мне попадает записка митрополита Пиларета, там, не Дроздова. Когда начали переводить, это архимандрит Макария, там, Лавягин, там, Хвольцин, главное, это Павский, священство забеспокоилось. Явились к императору и сказали, если Библия будет переведена на русский язык, и народ будет понимать, в стране будет революция. Я так аху. Это главный ответ. Не в ту сторону совершенно ведут. И кто это говорит? Метрополит Сурожский Антоний. Если бы он не был в Англии, Блюм, он был бы патриархом у нас. И он говорит, мы так далеко ушли от первого христианства, что даже не видим, кто мы такие. Рано или поздно эта критика должна достичь. Мы себя вывели, как бы, из-под критики, и не понимаем, сравнивая, это где, какая у нас вера-то. Вера должна быть евангельская. Павел говорит, единодушно подвязайтесь за веру евангельскую, не православную, которую нам сегодня дают. Князь Владимир-то что принял-то? Мы когда посмотрим, послы пошли, ни одного слова по-гречески не понимают. Стоят в храме. Мы были как на небе. Я сразу вопрос, а на каком небе? На том, который они понимали по-язычески. Нам принесли веру, это уже 10 раз искореженную. Если бы Павел проповедовал, они бы там не остановились, не стали слушать. Да, говорите. Посмотрите, в подъезде написано не сорить. По-русски написано в подъезде не сорить. Ни по-гречески, ни по-китайски, ни по-французски. А весь подъезд в мусоре, исписаны все стены, ну и дальше продолжать не буду. То есть мы опять хотим, что книга, какой бы ни был перевод, будет доступен для любого человека. И опять же соглашаемся с вами, что некоторые люди закрыты от порядка в доме, от порядка в общественном транспорте, вообще от порядка. Человек закрыт, что бы там ни описал. Даже написано электричество, не влезай, убьет, лезет. О чем говорит, когда человек лезет против его насторожающих заповедей, уже человеческих, в которых написано, не влезай, убьет, не переходи на красный свет, машина собьет, лезет. Да. Это дух человеки, который поврежден, он влечет его каким-то, а сейчас молодежь, я вам слышал, даже перебегают дорогу перед машинами, чтобы искусить себя и водителя, пробежит он или нет. А в школах преподают, вы затрагивали этот вопрос, этику, обучение, образование, православного уклона, все вокруг да около. А ведь что получается, если я правильно понимаю, что как понимает один другого человека, что значит понимать мне вас, а вам меня понимать. Даже мы разговариваем оба на русском языке, доступном нашем языке. Ну, вы мне сказали, Дима, не буди, не лезь в отношения финансовые, кредитные. А я помахал, потевал головой и пошел и сделал опять. Как на свою блевотину возвращается пес. Как этот народ исправлять? Если он правда закрыт, 90% к ним, Слово Божье, закрыт, они прямо, не то, что они уши затыкают, они слышат, но они думают, что они думают в этот момент, когда им говорят, ну, не пейте, не курите, не блудодействуйте. Что в определенных людях происходит такого закрытого, что он, ну, сыну говорят, не кури, а он закурил. Я говорю, я же тебе по-русски сказал. Он говорит, ну да. Ты понял? Он говорит, ну да, понял. Ну, пошел с друзьями и закурил. А я никогда не курил. Я говорю, так ты вот, образ мой похож на меня, но подобие мое, это тот, кто не курит. А ты закурил, ты уже не мое подобие. Соседа подобие, подобие кого-то еще другого, Черчилля, который не вынимал сигареты из зубов. Вот чье ты подобие, но не отцовское подобие. Правильно ли я выражаюсь? О подобии. Подобие, если говорить только о Боге. Остальные сравнения, то они настолько уже Богу уподобляемся, вы правильно говорите, всю жизнь. Потому что оно было потеряно, это подобие. Вот спроси, а для чего это дерево там Бог посадил, насадил, и чтобы человек через него погиб? Для чего? Сегодня это вопрос, они отвечены. Некоторые пытаются ответить. Я отвечу. Для того, что если бы дерева этого не было, Адам бы сам попросил что-то, Господи, я хочу на чем-то показать верность тебе, доказательство, в какой-то обстановке быть. Вот оно и было для этого. Нам нельзя. А Бетакс об этом говорит хорошо. Можно я, да, перебью вас? Там нельзя исключать Еву в этом вопросе. Ева обязательно должна участвовать в этом вопросе. Древо познания добра и лукавого. Именно лукавого, то есть указатель о том, что есть Бог, Божье правило, и есть лукавый, который подменяет, как падший ангел, которого нет подобия на земле, бесподобный, он подменяет все правила Божьи с точностью наоборот. Вот именно с точностью наоборот. Как оборотни в погонах или дверь, вход-выход, одна и та же дверь, по какой стороне ты к ней находишься, так она для тебя и будет являться. То ли это выходная дверь, то ли входная дверь. Нужно понять, на какой стадии сейчас ты находишься. Человеку нужно осознать стадию, на какой греха он находится. Ему от этого будет проще писать, начинать свой путь к спасению, к исправлению своих ошибок. То есть я к чему, что мы книги, ваши я вижу книги. Кстати, как их получить можно? Что нужно для того, чтобы получить ваши книги? Библию вашу? Что книги? Вашу Библию получить три тома, да? Три тома, это не Библия, это Новый Завет, полный с откровением, толкование по всем Святым Отцам. Что нужно, чтобы получить? Ну, вот в конце кончим, когда говорит, я вам там скину данные, как это сделать. Как сейчас кончим, я прямо здесь же в скайпе внизу напишу. то есть книги, вот у меня пролежала Библия не синодального перевода, но вот я вижу, что там еврейский перевод, он с тонкими-тонкими подменами, но сейчас они уже, когда духовный возрастает, взгляд на всё это делал, ты видишь, что из-за мелочей, запятая, помиловать нельзя казнить, меняется смысл всего, о чём сказал Господь. Лукавый занимается изменением Писания. Вот Коран однозначно сделан. А вы знаете, как в Евангелии, сохранённый текст был? Это говорят, когда люди ещё не знают. Вот я переписываю, я могу допустить ошибку. Еврей не может допустить ошибку. Над ним 20 учителей стоит. Как он подготавливается к этому? Написал строчку. Строчки по буквам должен пересчитать, все ли буквы здесь. Если две ошибки сделал, две ошибки найдены будут. Свиток уничтожается. Мы о чём говорим? Бога избранный народ, Он их хранил. Почему? Господь говорит, я бодрствую над Словом Моим. Ни одна йота не исчезнет. Небо и земля исчезнут, но ни одна йота, ни одна чёрточка не исчезнет. Никаких ошибок нету. Переводились с еврейского. Если переводились с японского, были ошибки, с русского ошибки, с еврейского нет ошибок. Там правила такие были. Какие бы джибы чернила, как он, когда Слово Бог пишет, в это время хотя бы царь подошёл и сказал, слушай, господин Ермолин, я хочу, не разговаривай, пока не допишешь. Каждая строчка, и в конце строчки написано, сколько букв. Там написано было и здесь. Он ещё раз проверяет. Учитель проверяет. Мы даже понятия не имеем о том, вот, допустим, у нас есть какой-то говор, Волшки, там, окают. У евреев свой язык. Заново восстановленный. Это единственный случай в мировой истории. Вот который язык-то. Сумели всё убрать, начать говорить по-другому. Это не азбуку, не алфавит менять. Почему? Это избранный народ. 2896 наций. И только один народ был Бога избран. Мой народ. Я даю закон, и я бодрствую над законом моим, говорит Бог. Мы не доверяем Богу. Я бодрствую над словом моим. Он бодрствует. Это невозможно изменить. Бог не позволит. Изменяют сектанты, еретики, переводы разные делают. Но они и сектанты, и еретики такие остались. А это Бога избранный народ Божий. И поэтому мы должны довериться этому. У нас переведён, допустим, Синайский манускрипт Константином Тишендорфом Абретьёном. Он подарил его русскому правительству, а потом продали за 500 тысяч долларов в 1936 году уже, в 1936, Британскому музею. Там по одной строчке смотрят, как написано. Так это греческий. А когда на русский язык переводили, в оригинале стояло еврейское. Параллельно смотрели латинский, арабский. Как это место толковали святые отцы? Это работа огромная, проделанная. Это невозможно одному. Четыре духовные академии. Три дня в Синоде были присутственные дни. Можно было там обращаться. И один день из них посвящён был переводу. Они проверяли, там сидели знатоки. Проверялись, сверяли со всеми переводами. Лучше русского перевода нет и быть не может. Почему? Русский народ избран для этого, как богоохранитель. Я согласен. Вот я... Вот, например, я поехал в пустыню. В Синайск. И мне нашёлся отрывок. Я выкопал. Ковырялся, ковырялся в песке. Выковырял. На нём написано «Поступай с ближним так, как ты хочешь, чтоб он поступал с собой». С тобой. Я бегом к Лапкину еду. И к Натю Тихричу тук-тук. Я вот был на Синайской пустыне. Нашёл вот такую штуку. Послушай, что написано. «Поступай с ближним, как ты хочешь, чтоб он поступал с тобой». И ты мне говоришь... Вот скажи, что ты мне скажешь. Вот я прямо как пример буду. Что ты скажешь по поводу вот этой маленькой цитаты, на вот этой маленькой пергаментной бумажке. Ты скажешь, не знаю, кто писал. Не знаю, кто переводил. Но я согласен с этим. Правильно? Потому что у меня оригинал есть. А если бы оригинала не было, я бы ничего не мог сказать. Это какие-то кумранские свитки. Да не так бы ты сказал. Ты бы сказал, потому что ты согласен с мыслью этого человека. А не потому, что это в книге написано. Потому что поступать... Да это правильно. Я так хочу, чтобы поступали. У меня нет вопроса, кто это написал. Его фамилия. Стоял ли над ним царь. Было ли еще 77 толковников, которые... Ну да, я бы тоже с этим согласился. Я, как образ Божий, творение его, читая вот этот клочочек бумаги, говорю, вот истина. Ну, это вы взяли нравственно. А теперь вы нашли другой отрывок. Давайте. Например, идите, захватите эту землю, уничтожьте семь народов, беременных женщин разрубайте пополам. Моя совесть говорит, нельзя этого делать. Вы такой вот отрывок-то найдете. Но когда я узнал, что это Бог сказал, я склонился и сказал, воля твоя святая. А это, что вы сказали нравственно, этот закон говорит обо мне. Чти отца и мать, не убей, не пожелай чужого. Это понятно, это в совести написано. А то они в совести. Вера от слышания, а слышание от слова Божия, написано от слова Божия, а не от того, что во мне это отклик найдет. Вот так надо поступать. Не так? Женщин рубите пополам, если беременны. Так что это за закон? Так Бог повелел. Семь народов. Пришли народ беспечный, живет, ограды нету. И они к евреям расположены. Закон рубить всех до одного, никого не оставлять живых. Скотину все уничтожьте. Что это? Нравственный закон, мой, противодействует этому. Это не Божий закон. Это какой-то... Сатана, наверное, придумал так уничтожать. Но вдруг я узнаю это в Библии. Я сразу склонился. Господи, я не знал. Оказывается, народы эти изжили себя, как русский народ уже сегодня. И поэтому Бог повелел очистить землю для его избранного народа. Не поверили. 40 дней ходили саглядата, из 12 только два правду сказали. Господь сказал, за каждый день год ходить будете. И все, кто старше 20 лет, все умрете, здоровьи в песок. Я опять... Господи, ну прости им, они уже каются, просят, виноваты. Не прощаю, Бог говорит. 15 глава 6 стих Иеремии. Господь говорит, ты оставил меня. Я простру на тебя руку и погублю тебя. Я устал миловать. Господи, ну я отступил нечаянно, там где-то нарушил, там неверный же не был или украл. Отойдите, проклятый, в огонь вечный. Я никогда не знал вас. Я взывал, вы не отвечали. Теперь вы взываете, я вам не отвечу. Надо брать совокупности все, а не один только пункт, отрывок какой. Этот отрывок, он может быть и у мусульмана, и у буддистов, и у конфуцианцев. А вот когда мы считаем слово Божие, 10 глава 17 стих римлянам, вот тут задумаешься, да, нравственным быть, язычник, не зная Бога, делает правильно. Но вера только через Библию. Вера от слышания, нет глаз, нет языка, от слышания, от слышания, от слова Божия. От слова Божия. А слово Божия только святая Библия, больше ничего нет. От корки до корки, все. Слово Божие, больше ни одной буквы нельзя добавить. И она заканчивается этим Библией. Смотри, не добавляй, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. А участь лжецов в озере огненном. Все. И Бог говорит, я судить буду по слову моему. Не по выдумкам, не по найденным каким-то отрывкам чего-то, по слову своему. Вот это Библия, держись за нее двумя руками. Россия, это Бога избранный в этом плане народ, чтобы принять Христа. Новый Израиль, да? Да. Ну, не как Израиль, а возьмите, вот даже флаг трехцветный, красный, синий, белый. Это божественный флаг. За всю мировую историю не было такого флага. Этот флаг любому. Первое, все рождаются в крови. Второе, думайте о небе, синее небо, и великий белый престол. Ну, а тайский флаг кверх ногами сделан, то же самое. Нет, это то же самое. Это вниз тогда идет. Никак, только так. Мы поднимаем глаза кверху, видим небо синее. Помышляете о горнем, а не земном. И далее будет великий белый престол. 20-я глава. Откровение. Когда я был в Таиланде, нам Виктор сказал, гид сказал, что фотография есть, где Николай Второй обедает с ихним, как же он там, глава-то Таиланда. Матильда подержит. Фильм Матильда? Нет, нет, нет. Когда царь помог избежать завоевания колонизации Таиланда, он сидит, разговаривает, чай пьет, и по всему миру фотография разлетелась, что русские якобы на стороне Таиланда и корабли англичан отошли, не стали колонизировать. Единственная страна, которая не колонизированная, благодаря вот этой маленькой чаепития между царем, но это понятно, что это не маленькая чаепития в их плане. Я говорю, так а почему у вас в номере по-русски ничто не написано? Они говорят, ну мы вашу честь флаг перевернули, имеем такой же флаг, как у вас, только кверт ногами. То есть это уже не в нашу честь, получается, а кверх ногами, у нас все, что кверх ногами, есть не в нашу честь. Это масоны сделали. Конечно, конечно. Парижская была, когда революция. Это масоны сделали. У них наоборот все, потому что они готовят престол антихристу, и на это мы должны ответ дать достойный. кверху думаем, человек восходит выше, выше, белый престол наконец, жизнь идет. Флаг наш, он вне конфессиональный, он вне религиозный, вне временный, он божественный, вечный. Это проповедь. Я знал все плаги, потому что на корабле работал, на международных линиях, и все плаги мира перед нами были, но наш плаг один такой. Какие-то там владычица морей, Англия там волнистая, в Америке штаты, звездочки там, у русских нет, у них божественный. Украины там желтый, это подсолнечник, у Германии там черная, это русская область показана, тут объяснение дается. У русских объяснение одно, божественное. Родился в крови, вся земля пропитана кровью, Мицкевич пишет, от коры до центра. У всех одинаково. Мусульмане, он будит, все в крови рождаются. Это наша жизнь, и идет она в крови. Второе, каждому дано искать небо, высшее. И третье, белый престол, все на суд предстанут. Все. Это нельзя, даже не знал бы, вот человеку сказали бы, задание дали, вот нарисуйте животное такое, которое быстро бы бегало, и при том без устали. В день можно было проходить 150 километров. Такие животные разъездят. Но это не все. Чтобы его можно было запрягать, и чтобы оно тяжелый груз везло, чтобы на нем два человека могли сидеть и не сломали ему спину. И чтобы в горах везде ему можно было железное основание ног сделать. Ну и такие там все данные. Мы нарисовали бы коня, только коня. Не было бы коня, не было Александра Македонского, не было бы завоевателей, не было бы армии Буденного. Мировая история пошла бы по-другому, не за коровы, не за лошади. И так и здесь, и за слово Евангелие. Господь говорит, я тебя, проповедника, уподобил кобылице моей, в колеснице моей, песни песней. Ну, это надо понимать. Я понимал, нет, не понимал. Я у блаженного гусина высчитал, у Иеронима Стридонского. Почему? Признанные учителя церкви. Сектанты бедные, они писания вообще не понимают. Ты спасен, ты спасен, все спасен. А живет во грехах. На исповине не был, никогда не причащался. Нет священства у них, нет литургии. Они еретики, все. Если нет священства, пескопата связанного с апостольской временной, в этом весь смысл. А дальше в этой церкви я теперь все ставлю на место. Покорность, смирение, каноны. У меня жизнь наполненная делается. Какая? Я в русле, как будто со мной рядом сидит Ян Златоуст. Я его труды все признаю, начитывал. 12 томов. Жития святых. А у них нету. История начинается с Мартина Лютера. Да Христос основал-то 2000 лет назад церковь. Они осудили всю церковь. А теперь нас не судите. Это литики. Мы даже все расставить на свои места. А они хорошие. Хорошие. Хорошие были и коммунисты есть. И фашисты были хорошие. Язычники есть хорошие. Их в аду много хороших. Есть такой фильм побег своей из ада. Сбежавший из ада. Он говорит, там хорошие. Он говорит, там много их таких хороших. Иудобный был плохой, его бы не избрал Господь. А куда попал? А Саул наилучший был в стране, а стал деспотом. Вот потерпел кораблекрушение в вере. Когда мы это знаем, мы тогда смиренно себя ведем. Господи, да будет воля Твоя. Я вот в своей жизни посмотрю. Господи, я таким делом занимался. Вдруг меня арестовали один раз. У меня все погибло. Нет. Дало ростки. И по тем трудам, которые я делал в 80-х годах, новые люди сейчас приходят. Все оцифровано. Сколько помощник. У меня почти ежедневно новые люди приходят. Там мусульмане обращаются. Я стал православным благодаря вашим роликам там слушал. А я знать не знаю. Я просто молюсь. У меня злодей один проник на голубятню и ядом отравил голубей. Ночью. Представь, я захожу, голуби валяются. И что? Ничего я молюсь. Никто не нашел. Дальше. Делаем свай двухметровый там вот такого вот. Свай забивать, чтобы плотину сохранить. Минутку. Это у меня Володя пришел. Вот. Я не мог найти никого. Никто не знает где. И вдруг перед отъездом приезжает человек и ко мне на шею упал и прости меня, это я сделал. Я говорю, а почему ты? Зачем ты это делал? У вас слишком все хорошо. Зависть съела человека. Его нельзя было найти. Ни один бы следователь не нашел. Но я молился и они и нашлись, эти люди. Сами приехали, попросили прощения. Я только один вопрос задал. А кто-нибудь знает про это? Нет. Никому не говори. Ложись сегодня спать спокойно. Доверься Богу. Пусть это умрет. Мне новые голуби появились. Свай мы опять запилили, опять осмолили, опять забили. Все пошло как надо. Почему? Я за него молился. Я верю в силу молитвы, живой молитвы, живому Богу. А как вы это узнали? Никак не узнал. Бог открыл. Ага. Про коня. Вот вы про коня говорили сейчас. О троянском коне думали когда-нибудь? Почему его втащили трояне? Потому что они поклонялись. И мы думали это их божество и тогда победа будет на нашей стороне. Вот они как объясняют. А внутри воины сидели. Они не разгадали этого. Они не поняли. А может это была только сказка какая. Никто не знает было ли это. Такая сохранилась может быть эта легенда. Понятно, что это миф. Это нереальное событие. Это миф. Но миф имеет свойство рождаться в человеке либо от лукавого, либо от божественного. Да, да. И это как урок тому обществу. Неважно, как они трое называются, Израиль называется, либо они мусульмане. это духовное общество, которое, если Господь к ним приближается, они не смогут его оценить, могут не выдержать, могут погореть, попилить их может приближение Господнее. Многие не знают, когда просят, о Господи, приди ко мне, приблизься. Они не знают, о чем просят. Если он приблизится, говорю, от тебя как от сварочной дуги, говорю, глаза вначале сгорят, потом все остальное. То есть нужно понимать, что ты просишь приблизиться Бога, кто бы, ты увидел, я говорю, слушай, не дай Бог, если я его увижу, это же такая вещь, можно не перенести это испытание. Ты Путина увидишь рядом, он проедет на машине, у тебя ноги будут и руки влажные, это только Путин проедет, а ты хочешь Творца мира увидеть. Я говорю, останови своих коней в своих желаниях, говорю, будь, будь, это, поскоро. А вы скажите, Господь ублажает не видевших, а верующих. Блажает не видевших, а верующих. А вы верующие, правильно, правильно. Видимо и временно, невидимо и вечное, поэтому мы простираемся туда. Я говорю, нужно выйти как к Аврааму, посмотреть на небо. Он звезды видел. Я был на Синайской горе, не знаю, Моисеево его называют, поднимается ночью. Мы поднимались с паломниками. Я знаю, что это, видимо, какое-то их театральное какое-то, правда, святой Екатерины от монастыря. Ночью в 4 утра идет подъем до рассвета на самый верх. Мы все поднимались вверх. Звезды были, видели вы, наверное, восточное небо. Это, конечно, нечто. Это шокер прямо плотный-плотный, как вот одеяло над тобой. Звезды прямо потрогать, почитать можно. Настолько это не наше небо. Вот я на Урале живу, это не наше небо. Потому что вот читаешь Библию, побыть на Востоке, видеть эту ночь, нужно, конечно, сильно, духовно тебя перерождает в новом понимании, что же это все-таки такой Восток. Я говорю, тебе достаточно смотреть на солнце и на светило второе, луна, которые висят ни на ниточке, ни на чем, и продолжают свои движения логичные, богоустановленные. И это не чудо для тебя. Вот ты просто выходи и каждый раз смотри на это и говори себя. Но есть тот, кто заставил их синхронно вот так вот вращаться друг вокруг друга. И тебе будет достаточно, не надо тебе пока вот эти сложности все. У вас голова ушла вниз, вот так, повыше маленько. Вот так. Да, так. Еще у меня вот какой вопрос. У нас приход, покрова Пресвятой Богородицы. Если священник немножко расходит, ну не то, что немножко, вот он смотрел по моему предложению, говорю, вот Игнатия Лапкина, поглядите, он посмотрел, сказал, ну вот протестант, раскольник. Я говорю, да я это уже слышал где-то. Что вас не устраивает конкретно? Ну как? Ему же там доказывают, объясняют. Я говорю, в моих глазах ему ничего не доказывают. Не те священники, которые со всего мира на него обольстились, напали на него. Ничего мне не доказывают, что Игнатий Лапкин заблуждается. Я говорю, все больше и больше я наоборот убеждаюсь в том, что человек находится на истинном пути, его вот эта специфичная неиспокойная обстановка, все говорят, что он должен быть блаженный, такой шепотом говорить, там полузвучно. Я говорю, да нет, это вот то, что вот сейчас России нужно, если дом горит, что Игнатий Тихонович подойдет, скажет, товарищи, дом горит, пожалуйста, выйдите. Нет, подошел, всех выпинул, дверь открыл, выгнал всех, тогда спасутся. А если он будет, ну пожалуйста, пора выходить. Ну что это такое? Ну если в беде страна находится, она все горит, горит, плает вокруг огнем, так у него другого выхода не остается, как только метать, кричать. Вот я еще удивляюсь, что он еще миром с вами с вами разговаривает. Вот страна это в лице Никиты, который, где он у вас там? Жизнь, здоров. Никита, Вы правильно говорите, каким голосом? Каким голосом? Это Федор Иванович Шаляпин говорит, ну что вы так играете, как? Ну надо, чтобы люди-то поверили, что вы настоящие. Ну как, а махнул рукой вышел, а они сидят, вот эта студия, разговаривают, и вдруг дверь открывается, в саже весь вбегает, он и кричит, пожар горит, как все ломанулись, подождите, я просто показал, как надо. А мне понравилось, что перед атеистами выступал священнослужитель, читает им, читает, они, ну мы сомневаемся, сомнимаемся, ну скажите, последнее слово, он стал, Христос воскресе, и они все, воистину воскресе, вот атеисты, а поймались все на одном, вот все ответили, в унисон прям, он говорит, ну и все, аминь, и ушел. Они переглянулись и говорят, как это мы произнесли то слово, которое мы даже детям своим не говорили, он говорит, так вот, слово Божье, вот оно пробивает вот этот закостенелый, вот то, что в головах ваших, вот этот, сажа вот эта в голове, нужно продуть ее, печку, нужно прочтить, чтобы она вылетела из нее, вся эта дурь, вся эта глупость, правильно, что монашество спало все это время и мусульмане к нам пришли, уже во дворах ходят, и еговы ходят уже каждый день, я говорю, так вы уже ноги стоптали, переходите к нам, говорю, в православие все будет проще, нет, нам нельзя, вот вам нельзя, говорю, у них есть какое-то вот сокровенное сдерживание, нельзя вас слушать, нельзя от вас ничто брать, то есть они разборчивы, они как-то рассудительны, при том, что они, мы понимаем, что они заблуждаются, но они рассудительны, они не возьмут у тебя просто так, как собаки, которые щенку как отучают, ему говорят конфетку, раз он розит, раз по морде, он еще лезет, ему еще раз по морде, а на третий раз ты замахиваешься, он рычит, он видит конфету, но он рычит, все, урок для него сделанный, это больше никогда еще рук не возьмет, потому что он знает, по морде получит, за конфету, которую нам за границей сейчас сует там в книжках, во всяких этих фильмах, Матильда, я говорю, да сходите, посмотрите, если вам интересно, что вы не видели, столько всякой блудятины показывают, только, говорю, нужно потом сесть с духовником и пообщаться, что вы увидели, что вам хотели показать, потом очиститься, посмотрели, ну ладно, соблазнились, 10 рублей билет, что не сходить, узнать правду, ну сходите, узнаете правду, узнали правду, а теперь придите, вам помоем мозги, как промывает живот, набирают воды соленой и рвота, полная рвота, все, поняли, поняли, можно сказать, другим не ходить, а то вот пикеты, что-то хотим, вызываем только интерес у молодежи, что такое за фильм, о чем там идет речь, не пойти ли правда сходить, проигнорировали бы, знать бы их не знали, умолчи, сказано Каину, правильно, умолчи, молчание заставляет врага, рода человеческого, недоумевать, недоумевать в том, что такое, почему этот человек не идет с тобой в диалог, почему он не пытается спорить с тобой, вот такое мое понимание, правильно же я понимаю. Допустим, решили какого-то человека опозорить и прочее, подыскиваться под него, ну его надо знать, где он что говорил, как разговаривал, где-то может письмо написал, ну а что с него возьмешь, меня-то ловить легко, 38 томов, только в бумажном варианте, 8500 роликов, у меня своих, 8500 роликов, посетителей 8500000, да меня голыми руками можно брать, однако исследовали книги, брали где-то Дворкин, в монастыре в Одессе, в Киево-Печорской лавре, и ничего, за 14 лет не нашли ни одной буквы, что против, а Андрей Кураев как отозвался, вопрос задал, кто самый знаменитый современный миссионер-проповедник, и вдруг меня называют, он приезжал здесь, был, отец Дмитриев, 70-е годы, Дудко, был самый популярный священник, и как-то сидели мы, беседовали, народу много было, они сидят там, это, ну и потом, а я с ними беседовал отдельно там где-то, и дали мне слово, отец Дмитрий, дайте Игнатию сказать, я стал говорить, я помню, тема была избрана, кажется, кто Духа Христова не имеет, тот и не его, отец Дмитрий выслушал и говорит, вот вы прошли как ледокол, разрезали все пополам, я столько лет трудился, а потом сам сказал, вот вы спите, сидите, я Игнатия Салтаев вызов, он вас разбудит, вот, и теперь, а мне записки под столом давай подавать, где можно встретиться, где побеседовать, людям дайте увидеть живого Христа, я один раз у него там был, аудитория наполовину, с первого дня наполовину уже шатнулась, а мне это не надо, я их шатнул, отец Дмитрий, дайте им то, что нужно дать, он очень открытый был, замечательный, батюшка, но не на слове Божьем в первую очередь стояло все. И вот у меня вопрос по этому поводу, если все-таки священник, как вы говорите, не стоит на слове Божьем, не до конца его понимает, ну, какие-то вещи, как же вот это священство таинство делает, оно не зависит, это таинство не касается, Господь делает таинство, 8 глава, 20 стих, и про Рок Исаии, если они не говорят, как слово Божье, нет в них света, то есть отойди от них. А он делает, ну, было два священника, с диаконом поспорили об одном деле, что по службе. Диакон говорит, надо вот так делать, а священник говорит, я ангела вижу, когда служу, ангел прислуживает мне. А ты, говорит, спроси ангела, ангела, когда явился в армии литургии, он говорит, ты вот скажи, вот мы с диаконом спорим тут по одному делу, вот, а кто прав, он говорит, диакон. Так, а я не прав, он говорит, нет, не прав. А как же, в литургии, так ее совершают ангелы Господние, ты-то при чем здесь, ты только слова произносишь-то. А он говорит правду диакон. Это все, это в житиях, везде описано. Вот так. Поэтому надо сверяться со Словом Божьим. Не говорят, как по Слову Божьему. Что тогда Галатам, 1 глава, 8-9 стих, Анафима. И все. Херем. Еврейский. Они не по Слову Божьему говорят, они не знают. Для меня был центральный стих 12.48 Евангелия Тиана. Я не сужу вас слово, которое я говорю оно будет судить вас в последний день. В последний день. Я понял, все мои знания, они ничего не значат. Все мое умение ничего не значат. Я должен все пересмотреть через Священное Писание во свете Библии. Мне пришлось связать все свои книги, что я занимался, и в погреб бросить. Пусть пока полежат. И Господь дал смирение, смириться, и это Бог дал так. И с первого дня друзья появились новые старые, все отпали. У меня друзей много, но и врагов много. А почему? А Слово Божие не вмещается в них. И вдруг в мою защиту сейчас выступает доктор богословских наук Павел Бочков. Доктор. Это уже такое звание. Говорит, на Игнатия нападаете, но тысячи людей, которые пришли в православие, это вам ничего не говорит? И все. И заглохло, и как будто никогда не было. Попросила народная линия характеристику на меня, у местного митрополита, патриаршего, а мы так к зарубежной церкви еще и относимся. Он ответил, канонических и догматических нарушений у него не выявлено. И весь сказ. Ну, там еще там он сказал, что человек такой, это исповедник, и поэтому требует уважительного отношения, требуется по отношению их возрасту и что претерпел человек. А эти, которые нападают, у них ничего и нету. А чем больше они нас теребят, тем больше, Господь, будьте гонимы, радуйтесь и веселитесь. И все желающие жить благочестиво будут гонимы. У них ничего нету. Представьте, исследовали 14 лет. До меня ловить-то, я говорю, голыми руками можно взять. И каждая книга 752 страницы. Тут сколько можно? Даже на Блаженов и Пилах, то у меня 297 комментарий дано. Чего тут не нападать-то? Они чего взять-то не могут? Они внутренне понимают, что они не правы. Я говорю о том, что надо жить по Евангелию, чтобы вера православная сияла в мире, как светоч, а не так, что все секты наполняются за счет бывших православных. на 80% бывшая православная везде, которые перешли в разные секты. А почему? Не было известно, я не знал ничего, считался верующим, слова Божия в руках не было. Тут все просто так. Ну, все у нас сегодня. Да, спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Христос. Отвечайте. С Богом. С Богом, ага. С Богом, ага.